О, 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 давай жалуйся, жалуйся, да, 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 вот, 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 давай, расскажи папе, что ты сегодня делаешь? Последним в приюте появился львенок Шерас. У него был обморожен хвост и лапа. Люди завели его для развлечений и держали у себя во дворе. Потом просто сдали Далакяну. Пушистого хищника спасли, но сейчас заниматься им ветеринар не может. Все время уходит на юридические споры с Россельхознадзором. Нам придется просто закрываться, прекращать нашу деятельность. Все, кто никому не нужен. Ну как, их же надо как-то кормить, их же надо чем-то заняться. Вот, и придется просто тупо это все усыплять. Такие выводы Далакян делает из предписания Россельхознадзора. Во время проверки приюта инспекторы увидели, что ветврач проводит уроки добра – встречи со школьниками. Сотрудники ведомства назвали это экскурсией и потребовали от Далакяна получить лицензию зоопарка. По словам ветеринара, эти уроки добра он проводит на гранты губернатора и президента. И ни копейки не берет с детей. Получить лицензию зоопарка несложно, тем более это бесплатно. Но тогда вводятся новые нормативы. Например, для диких животных необходимо будет построить вольеры площадью в 100 квадратных метров. Тогда на территории приюта поместятся всего 4 такие площадки. В таких условиях спасение животных окажется под вопросом. Челябинский приют известен по всей стране. На протяжении 8 лет Далакян помог десяткам зверей. Многих после этого перевезли в реабилитационные центры по всему миру. Тигров на Дальний Восток, льва-симбу и леопарда-еву в Африку. И спасением диких зверей ветеринар продолжает заниматься. В клинике десятки разных животных и около 20 вольеров. Ну куда их деть, однозначно их усыплять. Фактически это мои дети. Даже клички этим животным дают отчество Кареновна, Софья Кареновна. И я как родитель этих детей, как отец буду их защищать до последнего. В юридических баталиях с Россельхознадзором ветеринару помогают юристы и жители со всей страны. Уже написаны жалобы в различные ведомства. К решению проблемы подключился и губернатор. В правительстве уже провели встречу Карена Далакяна и руководителя Челябинского Россельхознадзора. Дмитрий Бачко, Роман Поротиков, 31 канал.